и здравия соратники и небольшая предыстория до рассмотрения колоколов экскурс в истории и немножко предисловия как и обещал в предыдущем видео встречать первый рассвет после дня рождения катманду я поперся в горы но я сделал ошибку не повторяйте мою ошибку не берите билет на местную маршрутку это ужас просто но она того стоило через восемь часов я доехал и реально встретил рассвет от сердца к солнцу привет горам привет россии привет всем светлым силам силам нашей вселенной а немного позже я поперся в горы смотреть пагоду мира world peace пагода ну пипец как высоко знал бы не полез честного но даже на высоте туда притащили вот такие вот базальтовы из черного материала ступы колокольчики чтобы наверное составить этот новодел как-то показать что есть исторические корни на самом деле для тех кто не знает это world peace пагода она новодел якобы начал строить эти пагоды мира по всему миру ганди тот самый махатма и мы сейчас обойдем ничего интересно в этой пагоде нет но вид замечательный вид на пахару пахара маленький городочек ничего интересного 300 тысяч населения чуть позже покажу что там интересного зачем я решил это вам показать я хочу это вам показать потому что именно там мне пришла идея померить магнитное поле стоячей волны колоколов и это натолкнул меня на разные другие выводы и идеи и сейчас я покажу то место где пришла мне эта идея вон там в центре озера есть остров и там есть тоже пагода и там есть колокола и вот там мне пришла эта идея красный вид я здесь один я и не манга джиус ваше манга джиус с айскрем и подкрепившись с очком свежевыжатым я для контраста поперся зачем-то вниз я просто вкратце сейчас все прелести пухары перечислил и потом мы перейдем к делу собственно колоколам вот я спускаюсь в пещеру тут какой-то эпос местный типа дядька черномор борется со змеем что тоже наверное интересно но об этом мы пока не будем что интересного там в пещере абсолютный ноль чуть позже покажу почему насколько и там весь промок долго долго спускался вниз в общем это того не стоит кто будет в пахаре не стоит туда опускаться но что интересного еще в пахаре это параглайдинг и после сюжета о пещере я вам покажу вот за каким пенисом я сюда поперся я под дождиком давно не был я не знаю круглогодичный дождик параглайдинг водолка параглайдинг собираемся летать едем летать дождик параглайдинг поддам everyone speaks russian i wonder no one another because of the bohens my kind Dutch my truly no English some English that's it do that where are you from yes Taiwan we also have some love in the car I do 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 don't вообще сам полет конечно же страшно под тобой 1000 метров воздуха это не передать вот это стоит посетить эти эмоции того стоит но лучше без экстрима когда инструктор спросит хочешь чего-то особенного говорите нет это спасет кучу нервов и адреналина потому что когда инструкторы это предлагают они имеют ввиду какой-то жуть какие-то невероятные виражи лучше этого не делать не рекомендую но вид замечательный просто полетать можно но я честно говоря повторение не хочу реально когда рядом с тобой орлы а под тобой ничего от слова совсем это страшно хотя я пытаюсь бодриться но вот это посетить стоит это стоит около скажем так 100 долларов можно поторговаться и в 100 долларов уложиться она того стоит есть и будете в пахару полетайте а после полета приземлившись я по я поплыл скажем так именно в то самое место где мне пришла эта идея одна из пагод маленьких таких полно там собственно ничего нового кроме того что это в центре озера и видно это даже островок небольшой засыпал там находится много колоколов как и везде но все они почему-то с вновь пределами языком явно приварены просто круг приварен его не было начал и это первый вопрос который меня собственно тогда тревожим зачем такое количество колоколов это второй вопрос то есть было до потопа огромное количество колоколов классного качества просто невероятного который мы сейчас не сделаем из очень чистого металла почему-то либо с дырточкой середине без каких-либо приспособлений для крепления языку очень высокого качества очень пробирает прям звук звук просто до костей какая-то особенность меня это удивило я подумал а почему а потом я вспомнил что есть магнитометр вшитый в телефон это простая софтина который использует особенности телефона для замер на поле я решил померить чем черт не шутит потому что я вспомнил что колокола в одной статье было написано колокола создают стоячую волну а стоячая волна творит чудеса то есть вибрациями создается стоячая волна который происходит разные энергетические и не только процесс я пытаюсь показать нихрена здесь не видно но будет видно позже но некоторые пики видны видно что магнитная составляющая напряженность магнитного поля вот и небольшие пики вас там нужно смотреть на верхнюю верхнее белое это именно напряжение магнитного поля money рф катманду кей отбиваясь параллельно от непонятных продавцов в желтой одежде непонятно чего хорошо что это не продавцы полосатых палочек но это шангер постоянно какую-то мелочь глянчит мелочи я отдаю со спокойной совестью у нас есть и вовсе помочь на благие дела окей хотя он просит 10 руб и это не знаю один номер я выглядел вовсе мелочи агитая была как без пейн пай венце но правда и он хорошо он делился что много хотела то есть он есть союз так как нам остается видно что человек хороший и так вернемся к нашим баранам то бишь колоколам колоколов там полно вокруг каждой такой ступы и почти во всех в центре пустота дырочка почему дырочка напоминает мне пантеон в риме и я расскажу об этом чуть больше своих соображений почему там дырочка но я решил померить все колокола которые могу поэтому некоторые замер я вам покажу я там больше сотни по ней некоторые под видео как вот это тоже явно старый без какой-либо вообще какой-либо крепление подвозим пошли родимые родимые пошли колыхаться вот они там есть магнитное поле выходит входит и выходит замечательно выходит замечательно вот пить и четко видны thank you смотрите на белую вот они родимые вот они родимые пике вот они запозданием но появляется не точная конечно инструментарий херовый iphone но что делать потому что вот запозданием на пике идут вот они идут обратно падает все потому что здесь на улице нет магнитного поля но там есть магнитное поле и вот именно в фокусе этой рупорные антенны этого рупора которые усиливают перед энергии с ничего перед по всему миру одно и то же мы видим создает стоячая волна а мы знаем что стоячая волна как мы видим здесь создает чудеса левитацию например в данном случае стоячая волна отражается от плоской поверхности но если там разместить еще что-то выпуклые типа чаши каменной будет еще лучше вот видите структуру этой стоячей волны что в ее узлах нет гравитации и вот именно эту стоячую волну я пытался замерить и именно установить что внутри нее есть магнитное поле а где есть электрик магнитное поле там есть электрическое что-то я увлекся в общем смотрите вот белая линия это именно совокупность всех магнитных полей внизу идут три разных это по координатам изменение магнитного поля нас интересует именно белая и там четко видны маленькие вот они вниз пошли и вытащил из фокуса а вот фокус поднес вот тут пик магнитного поля то есть где фокусировка идет и снова повторяю вот я на пик поднес пик вот он 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 ловит прям пик к красота впрочем языков не было не только в непале а не было по всему миру Я просто училась в институте истории, у меня есть новость, и очень хорошо разбирается. То есть, естественно, я имею в виду, то есть, умею говорить, правильно? Да, я понимаю. Ну, все, самая главная задача, чтобы сейчас аккуратно, то есть, вот... Я смотрю, если вы уйти, потому что у меня сейчас будет... Да, все, мы быстро, один вопрос. Если вы учились в институте культуры, то почему, вот, может, вы знаете, почему во всех старых колоколах нету языка? Вот здесь тоже приделанный язык. Языки и Екатериня все вырывали и ссырали. Понятно, хорошо. А почему нет крепления для языка, уточню, как здесь? Вот это я не могу сказать. Я знаю, что при ней масса... Чтобы вырвать, нужно прикрепить к чему-то. Открепления в старых колоколах вообще нет ни у кого? Да. Ни в одном? Согласна. То есть, они были без колоколов? Без языков. Без языков, да, колокола без языков. Я могу объяснить, базовый бронзов – это достаточно хрупкий металл. И при укреплении вот этого момента, где-то на растяжку, можно ровно так, что вырваешь даже кусок бронзы. Хорошо. Сталь тоже была. Они могли сделать из стали при изготовлении. Из стали, по-моему, стали не употреблялась при изготовлении каталога. Неважно. Вот это порнография, извиняюсь. Гвоздь. Ну, понятно. То есть, сейчас можно было делать, а тогда нельзя было делать. Вы знаете, сейчас я начинаю свечу. Просто иду по улице, никакого фона. А пики точно, когда ударяю, когда подношу внутрь. Подношу внутрь, есть некое остаточное поле, его ловит магнитометр. Ну, хреновый магнитометр, но какой есть. По уму надо нормальный колокол старый взять и в лаборатории провести исследование. Как он формирует стоячую волну и как снимать энергию. С этой стоячей волны, с этого перевозбужденного поля внутри колокола. Так вот, иду по улице, ничего не показывает. Штиль. Вношу внутрь, небольшой пик. Ударяю, мощный, четко виден два пика. Два раза ударял, два пика было видно. То есть, звук может извлекать энергию из эфира, из пространства. Звуком, стоячей волной, создается возбужденное поле, насыщенное, с которого можно получать энергию. И находиться в котором человеку приятно, потому что это полезно. То есть, под куполом постоять, это очень полезно для здоровья. И религия такая вообще ни при чем. Чистая физика, насыщение энергией, сознания, оргоном нашей, психики наших тел. Эфирных, астральных, каких угодно.